дорогие друзья всем привет добро пожаловать в наконец-то теплый питер по-прежнему очень снежно нас еще и больше завалило вам всем привет от наших болеющих товарищей я почти один остался так сказать мы люди послушные вы просили мы делаем барабанная дробь все для вас да ладно я как-то но сейчас будем все друг друга тут это видеть попадаться его величество тайфун господа причем насколько я знаю практически в самом жиру обо всем чуть позже поподробнее красота нереально новенький свежесобранный на автомате о да сейчас помчим а то есть пилот тест пилота вы знаете он наконец-то вернулся из своих долгожданнейших путешествий все не терпится не имется хочется стартовать срочно какая прекрасная целина у нас сегодня вырвались посреди недельки пригласили ребята я конечно не мог отказаться прокатиться по что очень нравится это вес сейчас поедем по паспорту преодоление уклона 45 градусов будет точно больше но как сказали местные ребята которые очень разбираются в этом деле 45 это по паспорту и это чтоб народ нерестил и не занимался фигней так можно и больше и конечно ему не только такой снег ни почем я уверен ему любой снег ни почем не понимаю план а понял хотя сразу наехать ну как-то вот так как-то абсолютно хочется его взять на какую-нибудь жесткую карточку но это по весне сейчас сейчас у нас у самих настолько жесткая карточка что тайфун бедолага будет полдня просто простаивать на месте ничего не делая надеюсь они нас заберут внешний вид конечно тоже вау нравится это как это как что-то бессмертное ну где-то да по колено но визуально ну надо что-то искать я бы я думаю я вот кстати не знаю приклеится он пузом или нет не миш там до пуза очень далеко и кстати очень важно что даже такую редкую вещь как тайфун можно легко купить на дроне для этого достаточно просто скачать приложение хотя чем рассказываю когда проще показать заходим на дрон выбираем марку модель поколения листаем самый низ прочее авто все модели с момента мы попадаем в место для настоящих авто маньяков сначала дорогие тогда наш тайфунчик здесь фотографии и все что вас может интересовать о данном автомобиле болотоходе дром это единственное место где нам всегда удается найти любые машины для наших покатушек ссылку на дрон я специально для вас оставлю в комментариях скачивайте и ищите даже самые редкие автомобили на нашем любимом дроне спасибо большое что он есть и существует а мы же наконец-таки отправляемся дальше там какое-то непонятное исследование возможно мишу посадили за руль или в данный момент происходит чего тут только не встретишь внимание второй тайфун они как-то начинают множиться насколько я знаю это на ручке сейчас все изучим рассказывай в чем разница в отличие от вездехода которые самые популярные какие они у вас бывают бывают у нас двигатели 2.4 1.5 кубота индустриальные трубы дизеля надежные от экскаваторов или индустриальных погрузчиков бывают версии с автоматической трансмиссией как ты уже успел заметить и с механической я пока отдаю предпочтение кстати автоматической комфорт удобство бывают версии вот с такими окошечками я извиняюсь перебил Лёву хотя каждый из здесь находящихся людей предпочитают механику может быть когда-нибудь я это пойму сейчас прокатится поймешь с окнами есть версии есть без окон соответственно некоторым не нужны эти окна потому что от них холодным воздухом все равно подвивает все хочешь шторки делаем но пытаемся клиентов говорить чтобы целиковый борт ну кому-то нужны окна в основном клиенты с севера абсолютно разные регионы там есть и Беливина, Камчатка есть тайга очень много ну север да ну естественно в горах в горах такую технику использовать нет никакого смысла в Дагестане или в Сочи проверить судьбу это техника совсем какой у нее вес 1850 килограмм снаряженная масса меньше чем паркетничек масса достигнута за счет очень легкой лодки из шведской стали докл она тоненькая но очень хорошо держит диагональные нагрузки и также алюминиевый кузов полностью из алюминия но наших зрителей всегда волнует только один вопрос размер колес колеса 1650 но на ваш джиперский язык это 63 ого я только видел максимум 54 у Sherpa кстати колеса меньше поменьше и поуже а там какие не вспомнишь по моему 1600 если не ошибаюсь ну чуть чуть меньше у них также есть версия Sherpen который на 1800 колес поэтому есть и больше колес я думаю многие скажут что это же Sherpa нет это совсем кардинально другая машина другая трансмиссия он больше колеса больше гидравлическое управление кардинная передача с демпферной муфтой он совсем иначе другой ну то есть внешне все путают только из-за вот этих колес и расположения ну от них никуда не денешься ничего такого придумать прям максимальная скорость максимальная скорость 45 км в час а если ты пьяный все равно 45 то есть 60 50 нет можно поставить скоростные звезды но смысла в этом нету техника не для скорости здесь кстати еще очень большая дальнобойность потому что расход от 3 ребята говорят до 4 я скажу до 5 не потому что я знаю а просто на всякий пожарный с запасом ну грубо говоря 5 литров в час но это это прям в отсечке стоять на месте на 6 передаче и здесь два бака 300 литров общие суммарные то есть врубаетесь да расход ну вообще обычный расход 3 литра 300 литров 100 часов непрерывной езды а автомобили само собой а забыл слово как оно называется когда в них что-то установлено а нет да господи блин вот вот что значит только самолета они не обеспечены а оборудованы спасибо большое за помощь оборудованы всевозможными подогревателями на усмотрение заказчиков также можно да кстати еще одно большое различие с шерпом это бортовые редуктора это большое существенное снижение нагрузки с трансмиссией также понижение хорошее вот а так он вполне автономен да есть печка которая поддувает двигатели на морду вот он полностью автономен настроил температуру которую хочешь раскладываешь в кровати и спишь спокойно в случае поломки это большой плюс перед подвесочными вездеходами у подвесочных вездеходов тоже есть плюс потому что они для больших перегонов там озеро байкал пустыни какие-то еще что-то они для других целей но здесь избавлены вездеход от подвесок от всего что может промерзнуть на случай крайнего севера соответственно в случае какой-то поломки ты включаешь вебасту и внутри в лодке все агрегаты находятся ты их ремонтируешь в тепле в уюте все с ними работаешь и по подвесочным вездеходам так же чтобы что-то если вдруг выйдет из строя там бывает подвеска промерзает ну всякое бывает даже чтобы просто капот открыть надо выйти всегда из машины то есть если ты в условиях крайнего севера это только этот вездеход а мы кстати заберемся во внутрь и посмотрим как там все устроено лев ну и конечно же сколько это стоит базовая комплектация стоит у нас 6,5 миллиона это базовая но в базовой комплектации очень мало кто покупает покупает в основном с двигателем 2,4 либо на автомате вот поэтому цена растет ближе к 10 миллионам вот за хорошую комплектацию 10 миллионов это в жиру это куча фар крыши не крыши лебедки люстры если вы покупаете допустим тот же вездеход который все знают вот он продается только в базовой комплектации с завода за 6,8 вот и ты его покупаешь и везешь в Жуков гараж на доработки и цена получается точно такая же как и здесь только здесь ты получаешь никуда его везти не надо здесь под каждого клиента индивидуально делается вы любое желание можете использовать абсолютно любое я просто видел там и всякие музыка у нас эхолот усилители сабвуферы что только можно и нельзя то есть если я захочу пилон можем пилон поставить пожалуйста прекрасно пойдемте во внутро мне сейчас пока не очень удобно снимать но я потом уйду в тот вездеход покажу как там сделано это вообще-то сидушка для задних пассажиров я не знаю что здесь с грузоподъемностью грузоподъемность я лично перевозил на вездеходе 17 человек это в пересчете было тонн на 300 на плаву ну я вижу да я хотел сказать что здесь можно положить абсолютно столько людей сколько вам только позволяет ваша больная фантазия ну проработка детальная акусовские приборы тут даже вот гравировочка все аккуратно все сделано гидравлическое управление это наша фишка очень нежно все происходит таким довелось мне рулить ребята доверили ручная коробка ну 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 я не знаю конечно он и стартует с третьей как нефиг делать но я как-то вот больше за автомат очень удобно сидеть тут подстаканников нет в том есть потом посмотрим все эти болотоходы вездеходы сертифицированы стоят на учет здесь у нас и ремешки и всякие штуки для повесить номера люки люк спереди люк здесь можно выйти на крышу да музыка инвертор то есть можно сварочные если что аппарат подсоединить можно заряжать телефон спокойно очень красивые все эти таблички на русском языке масса тут на три аккумулятора то есть в случае если у тебя подсели аккумуляторы то можно спокойно 1 плюс 2 1 плюс 3 включить тут внимание 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 всякие предупреждения очень красиво все сделано очень нарядно нравится кстати удобно рулить и удобно сидеть наверное это может быть и как эвакуационные люки ну и как покайфовать и сзади и спереди выбирайтесь на крышу пожалуйста тут вот следы от ботинок то есть явно это все держит я точно помню что здесь двое людей на ком-то видосе прыгали в воде да дабы раскачать и посмотреть как оно переворачивается на воде летом спокойно прыгаю и с него развлекаюсь но он не переворачивает да даже катались по быстрым рекам экспериментировали вот так проходит запуск людей сзади видеокамерка садимся сейчас у нас и духа разложена потому что у нас очень много идет да все горячим да да включили тепла смотри от радиатора смотри от радиатора если не знаю а это топка да прикольно едем дальше переходи вот две штучки миша давай сразу договоримся ты жмешь на тормоз а я жму на тормоз вообще не пользуется тем он не твой спинеть спинеть я пока да первые шаги младенцы так так как будто бы кто-то зашел сзади короче делаем первые шаги ребят я сразу прошу огромного прощения мы честно сделаем когда-нибудь нормально но просто все что мы пытаемся снять на фоне этой вещи кажется ну извините меня смешным все что мы везде где мы едем мы просто едем как угодно где угодно Миша кстати уже нравится он не улыбается но это нормально он никогда не улыбается но ему уже нравится идем по абсолютному куклику ищем хоть что-нибудь пытались выехать на лед лед выдерживает ну вот он опа какой уклончик тут я не знаю короче я все понял мы не найдем оффроуд потому что я стою по колено и я не до конца провалился а тайфун не проваливается но я сейчас попробую куда-нибудь пройти типа сюда короче сначала мне казалось что ну типа и тачка здесь проедет а по факту я понимаю что здесь вообще ничего не проедет просто айфун действительно идет по верху миша делает первые шаги первые знакомства на самом деле мы не просто так приехали сюда с мишей вдвоем мы собираемся очень мечтаем вроде бы уже наполовину договорились согласовали поехать летом на тайфуне куда-нибудь туда куда не ездят колесные техники взять с собой кучу топлива еды и отправиться путешествовать поэтому сегодня у нас такое вот знакомство хочется конечно куда-нибудь на север прямо на самый крайний север где никто не ездит чтоб вот никого не встретить и поедем мы конечно же летом либо весной чтоб вам было максимально задорно это смотреть а нам было максимально сложно пока что Миша проходит обучение скажем так по маневрированию попробую сейчас какой-нибудь рельеф тут найти вот такая глубина остается и посмотрите ни разу нигде не чиркнул а глубину снежного покрова я вам уже показывал кстати довольно много снега тут тоже лежит да по маневренности вопросов не имею вот вот мы тут вдвоем втроем получается даже стоим он вокруг нас ездит а почему мы на льду это точно безопасно? не безопасно ну я так просто чтоб убедиться что я тоже так считаю нашли подъемчик посерьезнее с большим уклоном не удалось нам нигде провалиться смотрите начал дорывать то есть больше копает чем едет но благодаря плоскому дну да плоское дно и я вам скажу не один джипарь хотя нет знаете если у вас сил 500 то на самом деле шансы есть стоят травят колеса а Лёва не стравил поэтому ему так тяжело ну чуть-чуть не страшно так сказать да да стравил колеса да каша пипец стравил колеса проехал чуть дальше вопрос я просто на катке потому что снега ну объективно 63 почти по половину 63 колеса и никаких лебедок у вас лебедка в стоковой комплектации? в базе есть на все вездеходы с АМИ естественно на лебедку в отличии от вездехода которых ты знаешь едет едет молодец едет но вниз к сожалению увы это единственное смешное и прикольное что мы смогли найти до сегодня ну ребят живьем я говорю вот если бы вы только видели сколько здесь снега ох под левым то колесом сколько надуло обалдеть лебедку считаю выкинутые деньги хотя на самом деле конечно вы можете по безумству оказаться в таких местах чтобы ну она вам пригодилась впустили колеса практически до безумия не знаю что это за цифра до 60 рабочее давление 001 а сейчас? а сейчас не знаю как водитель закачал 001 само собой подкачка за счет выхлопных газов это и так понятно лед не выдержал но в начале то не выдержал чуть-чуть не все вот только что проворот колеса был последним когда он провалился заехал ровно туда же я думаю это связано с тем что здесь не ровно а здесь все-таки подъем весь с такими пропилами вдоль скажем так и попробуем так сейчас в эфире малый газ работает да малый газ точно эффективнее вам это не видно но можете поверить мне Дима в этот момент сидит разговаривать по телефону это особенно прикольно забыли поднять лестницу могучая вещь стоящая конечно своих денег для кого это необходимо это вау повторюсь давление сейчас 006 вот такие плюшки на 63 колесе вау господа вау 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 нашли новый заезд тут точно так же выше колена существенно выше колена будут пробовать заползти тут еще стравили колеса пока что то что я вижу колеса решают точнее давление в них да тут такой момент как только он начинает накапывать все и плоским днищем он сильно прилипает но надо не забывать того что вы все равно не прибегните к лебедке вы все равно возьмете и поедете дима попробуй прям тра-та-та-та-та-та прям ну газ в пол на данном этапе мы сделали вывод что все таки малый газ больше решает чем газ в пол забыл его а я вспомнил свой план на катать разбег и чего вы сказали потихоньку потихонечку знаешь что непонятно с какой колес скоростью колеса вообще крутится ты знаешь дима у тебя получается намного лучше но мне очень хотелось поумничать вот я такой вот ты раздосадовался да знаете господа он точно знает что делать намного лучше чем этот умник ваш с ютуба на самом деле мы тут еще и уклон выбрали такой сильно проблематичнее чем тот по-моему 25 секунд 25 секунд от нуля до рабочего давления за счет выхлопных газов жмем газ открываем клапан клиренс увеличивается колеса твердеют да я вижу что они уже нифигово так накачались очень разумная история с такой быстрой накачкой по другому тут и быть не должно но он сейчас точно сможет быстрее разогнаться но вряд ли сможет лучше пропиливать тут уже и уклона нет вот такое все модное нарядное на газовых упорчиках все кайфово сейчас полезу на крышу можно с помощью лесенки можно с помощью люка который внутри это все убирается кстати оно должно быть убрано но так как мы ничего не творим пускай будет так ну вот мы собственно говоря и на крыше и тут есть вот такой да открывай не боись люк а там люди валяются это точно не самое комфортное что я испытывал в жизни но все потому что я снимаю двумя руками когда держишься очень даже ничего очень даже ничего у нас тут сзади скамеечка рассчитанная на двоих а оказывается она очень даже на двоих абсолютно спокойно место много для всего возвращаемся на базу огромный респект и спасибо ребятам за то что позвали пригласили хотя на самом то деле это я больше сам напросился очень понравилось как и всегда единственное очень обидно что не удалось провалиться под лед не удалось покататься по грязи поэтому болотоходы мы оставим на весна-лето 2022 а пока что будем продолжать барахтаться на наших джипах в снегах по пояс не забывайте про приложение дром ссылочку он его оставил внизу специально для вас и конечно же всем мир спасибо огромное спасибо огромное Лёва спасибо